друзья всем привет на связи илья хистракторович сегодня мы приступаем с вами к изучению первой мировой войны для гиги по истории и я сразу хочу сказать следующее многие школьники считают что первая мировая война это очень сложно путаются в ней переживают но сегодня я постараюсь вам показать что ничего прям экстра сложного именно для теории кега по истории в первой мировой войне нет конечно событий здесь было великое множество но мы-то с вами опираемся на то что спрашивается в экзамене и поэтому для экзамена в первой мировой войне нужно знать не так уж и много соответственно мы с вами уже говорили что во второй половине 19 века складываются политические блоки германия австро-венгрия италия россия франция англия ну и постепенно к началу 20 века накапливаются противоречия причем они были ну максимально разнообразно это и стадия развития капиталистических государств которые боролись за рынки сбыта это и колониальная политика вот этих стран например германия которая не успела к колониальному разделу очень хотела свое место там занять это столкновение интересов на морских мировых путях это конфликты международные это балканы это и рост вооружений в общем и целом здесь достаточно много причин и достаточно крупный блок этих причин в том числе экономический колониальный ну вот так случается это причины первой мировой войны соответственно поводом к войне стало убийство в пранце фердинанда гаврила принципом сараевский инцидент австро-венгрия объявляет войну сербии соответственно германия объявляет войну россии потому что россия начинает мобилизовать войска ну чтобы не дать братишек сербов в обиду ну и соответственно немцы разрабатывают план шлифона план шлифона подразумевает что немцы быстро выводят из войны францию чтобы не воевать на два фронта и пока россия мобилизуется собственно на западном фронте немцы разбираются с французами а потом разбираются с россией ну и вот таким образом 1 августа 1914 года германия объявляет россии войну ну и начинаются военные действия причем соответственно военные действия будут проходить очень обширно потому что посмотрите на карту да сейчас я вам ее не покажу но там австро-венгрия там россия очень много пересечений по карте по территориям поэтому россии будут воевать из австро-венгрии из турками еще которые присоединятся к союзу немцев и австрияк и в общем и целом конечно фронты первой мировой войны будут очень очень насыщены соответственно кампания 1914 года здесь очень много чего интересного мы можем с вами изучить но я хочу обратить ваше внимание на следующие вещи первая мировая война очень легко и структурировано изучается как раз таки по годам кампании 14 кампании 15 кампания 16 кампании 17 года поэтому не путайтесь не бойтесь в общем сейчас каждый из этих годов мы с вами обсудим соответственно кампания 14 года для российской империи в чем-то было успешно в чем-то совсем не успешно начнем пожалуй с успехов первые успехи это галицийская битва она проходила в августе-сентябре 14 года командующим был николай иудович иванов ну и соответственно австро-венгрия потерпела поражение что в общем то было достаточно важно потому что идеи и планы немцев направлены на то что именно австрияки сами могут справляться с россией в этой войне пока немцы громят французов они в общем то с первых же сражений не реализовывались ну и реально у николая иванова папа был иуда вот такой вот интересное отчество у него получается иудович сары камышская операция это кавказ соответственно здесь идет противостояние между россией и турцией происходит это в декабре 1914 и в январе 15 то есть ну в конце до 14 года здесь турки терпят тоже поражение главнокомандующих не пишу потому что здесь было несколько и особо знать их не стоит на волне скажем так борьбы со всем немецким происходит переименование санкт-петербурга в петроград 18 ну или 31 августа это старый новый стиль и на этом говоря про успехи в 1914 году на можно закончить потому что дальше у нас восточно-прусская операция проходила она с августа по сентябрь 1914 года и здесь вам очень нужно запомнить две фамилии это раненкамп это первая армия главокомандующий и самсонов 2 армии в общем и целом у раненкамп дела шли получше прошла битва при гумбинине которая закончилась победой тактической победой русских немцы отступили а у самсонова дела пошли плохо и произошла битва при таненберге в которой армия самсонов потерпела поражение ну а сам самсонов застрелился это все привело к тяжелому тактическому поражению россии в восточно-прусской операции в общем до восточно-прусская операция пошла не по плану но немцы направили восточную прусью больше солдат чем они планировали изначально и при этом ослабили свой западный фронт что помогло англичанам и французам на марме одержать победу над германией поэтому еще одно событие которое может быть спрошено в рамках егэ по истории это как раз таки чудо на марме англо-французские войска вы стоили то полностью срывала план германии вывести из войны францию то есть план шлифтена и приводил германию в состоянии затяжной войны на два фронта так как еще раз напомню основная идея была в следующем пока россия мобилизуется сдерживать россию силами австро-венгрии и выводить из войны францию а потом уже долбить россию вот так вот планировали делать немцы такой была кампания 1914 года давайте посмотрим на 1915 год что здесь нужно обозначить россия испытывает снарядный голод пока еще экономика россии промышленность россии не может обеспечить ее всем необходимым для ведения боевых действий для поднятия боевого духа николай второй становится верховным главнокомандующим и это тоже очень большая ошибка почему потому что в 1915 году русская армия в основном только отступает там были славные моменты которые при этом продолжали быть трагическими например атака мертвецов 6 августа крепость осовец когда немцы использовали отравляющий газ и при этом уступающие в численности там в десятки раз на защитники крепости осовец обмотавшись красными от крови легочной тряпками в общем свои лица закрыв от этого едкого дыма они атаковали огромное число немцев и обратили их в бегство вот такие события тоже были и атака мертвецов 15 год 6 августа это конечно невероятно славные страницы воинской доблести россии но тем не менее в общем то происходит великое отступление россия теряет польшу прибалтику западную беларусь украину западную ну и при этом немцы устраивают наступление в южной польши это гординский прорыв 2 мая 22 июня то есть длилось это приличное время и после того как немцы закрепляются в южной польше это открывает возможность для вторжения немецких войск вглубь территории россии вот той самой центральной части это конечно исключительно печальные события компании 1915 года эта компания фактически полностью фиксирующая не успехи русской армии на фронте также создается земгор земгор это главный по снабжению армии комитет всероссийского земского и городского союзов то есть фактически люди начинают на нужды фронта собирать на все необходимое тоже где спрашивается так что обязательно себе пометьте ну и на политическом фоне тоже не все стабильно потому что в 4 государственной думе возникает прогрессивный блок который начинает требовать правительство общественного доверия то есть начинает требовать того чтобы правительство теперь было ответственным перед государственной думой вот таким был 1915 год максимально неуспешным для россии ну и скажу по секрету компания 1916 года тоже мало чем запомнилась хорошим скажем так почему потому что на западном фронте происходило верденская мясорубка верденское сражение 21 февраля 18 декабря февраль декабрь почти весь год шло это сражение это яркий пример войны на истощение войны на уничтожение всей живой силы там с каждой стороны погибло почти по 150 тысяч человек это только по официальным данным и все это соответственно позволяло немножко выдохнуть восточному фронту при этом начинались братания на фронте солдаты не понимали зачем почему они воюют вот ну и из таких событий которые можно еще назвать и которые спрашиваются в дегэ это брусиловский прорыв на юго-западном фронте это южная галиция командующий брусилов вот она карта брусиловского прорыва в егэ он тоже спрашивается соответственно если вы вдруг видите как россия пытается в одном участке фронта наступать и они прошли вглубь там километров на 70 вот соответственно это как раз таки шестнадцатый год брусиловский прорыв но но это тактический успех именно тактический потому что никаких стратегических за собой улучшений брусиловский прорыв к сожалению не повлек но тем не менее славные страницы все-таки тоже хорошие же хорошие же события хорошая же новость вот таким был 1916 год еще расскажу что принципе страны постепенно начинают уставать от ведения войны вы знаете что в россии активно нарастает эволюционная пропаганда ну и 1917 год чем он отметился во первых он отметился ноты милюкова об участии россии войне до победного конца соответственно милюков министр иностранных дел временного правительства который выпустил разъяснение по поводу позиции временного правительства об участии в первой мировой войне ну и заявил что россия будет воевать в первой мировой до победного что тут же вызвало конечно же народное недовольство и вылилось в апрельский кризис временного правительства кроме того кроме того смотрите в 1917 году произошло крайне неудачное наступление русских войск июньское наступление или летнее наступление по отношению к которому историография тоже весьма любопытно расходится потому что с одной стороны многие пишут что это было одно из самых подготовленных наступлений то есть реально продуманных тщательно спланированных а с другой стороны все это происходило в условиях полностью морально разложившийся армии не готовы воевать поэтому привело к тому что в этом наступлении были уничтожены наиболее подготовленные части русской армии вот таким стал 1917 год для российской империи в первой мировой войне и здесь на самом деле у нас очень интересное такое положение потому что к семнадцатому году антанта в общем-то начинала перебивать германию и в экономическом смысле страна то как раз к войне адаптировалась то есть если бы не положение внутри страны политическая не активность революционеров то россия наравне с другими странами вышла бы победительницей из этой войны но а так мы с вами говорим про брест литовский сепаратный мир 3 марта 1918 года что значит сепаратный это значит мир был заключен отдельно от союзников просто в одностороннем порядке по этому миру россия не претендует на прибалтику россия на выводе войска из украины из финляндии из османской империи признается независимость украинской народной республики от россии отсоединяются польша литва части латвии белоруссии за кавказе ну и россия демобилизует армию и разоружает флот в данном случае здесь что можно только сказать про дискуссии вокруг этого мира мы еще поговорим но в принципе в принципе почему этот мир был заключен потому что ленин был уверен что самой германии скоро произойдет революция власти придут рабочие и тогда это все будет уже неважно ну то есть неважно каких условиях был заключен мир потому что рабочие с рабочими смогут договориться ну что ж вот такой получилось первая мировая война которую мы с вами обсудили достаточно быстро это ключевые события которые вы должны знать так что видите ничего вроде бы страшного здесь не произошло давайте пробежимся с вами во первых по всеобщей истории что у нас тут 1904 год 7 создание антанты 1912 13 балканские войны но и 28 июня 14 года сараевский инцидент это все мы с вами уже видели так что для вас это не в новинку личности которые здесь мы можем изучить павел милюков лидер кадетов был депутатом государственной думы и осенью шестнадцатого года выступил с речью что это глупость или измена обличая ошибки царского правления раннам командовал первой армии во время восточно-прусской операции был расстрелян большевиками александр самсонов командовал второй армии ну и покончил с собой после поражения как раз под танненбергом и александр керенский возглавлял фракцию трудовиков 4 государственной думе с 1915 года но а керенском тоже еще будем говорить и последний раздел это конечно термины терминов здесь тоже немного и это для нас прям подарок а не тема кто знал на что первая мировая война окажется самой лайтовой темой которую вы будете изучать антанта военно-политический блок россии великобритании франции который был создан в качестве противовеса тройственному союзу позиционная война это война в которой борьба ведется на сплошных относительно стабильных фронтах а войска в основном держит оборону это собственно что происходило в первую мировую войну когда мы говорим про на западном фронте без перемен когда страны в основном держат оборону и не наступает военно-промышленные комитеты организации российских предпринимателей которые были созданы с целью мобилизации ресурсов для нужд первой мировой войны великое отступление это отступление весны лета 1915 года но и прогрессивный блок это объединение фракций внутри государственной думы 4 созыва образован 1915 году из-за тревоги по поводу великого отступления на не требовали создать правительство ответственное перед государственной думай они наоборот вот такие вот ну что ж первую мировую войну мы с вами прям обсудили и как будто бы как будто бы она легла по полочкам каждый год все что там происходило понятно что сама по себе первая мировая война она супер обширная супер насыщенная но вот для тебе чтобы быстро повторить и понять это кажется прям подарочек так что я вас поздравляю ну и прощаюсь с вами в этом видео и увидимся с вами в следующем а а